Путин сделал громадную ошибку, еще одну в череде этих ошибок, кличевых за два года. Он позволил себе напрямую обмануть на личных переговорах президента Обамы. То есть они вчера о чем-то договорились. По крайней мере, о какой-то координации военных усилий. Что это означает? Не означает ни в коем случае совместная операция. То есть они договаривались, что русские солдаты не должны в Сирии убивать американских солдат, израильские солдаты не должны убивать в Сирии российских солдат, а российские солдаты израильских солдат. Понимаете? Чтобы не было прямого столкновения армии, держав с одной стороны Россию, с другой стороны держав коалиции. И Путин это все нарушил. Тем самым он обманул Обаму, обманул фактически человека, который имеет рычаги для управления некими глобальными структурами. Такое впечатление, что Путин начинает искать войны, прямого военного столкновения с армией США, с армиями НАТО и так далее. Конечно же не на своей территории, на территории некого вот этого полигона под названием Сирия. Для того, чтобы... То есть эскалация происходит для чего? Для того, чтобы, в общем-то, он мог каким-то образом включить в очередной раз шантаж ядерной кропкой, шантаж полномасштабной войной и добиться каких-то уступок со стороны США и Запада. То есть он пытается искать столкновение этого. А Запад из этого столкновения выходит. Я не понимаю, как Путин из этого выйдет. В принципе, никак. Даже уже не выйдет. Так это все будут продолжаться. Ну, просто начнутся включать дополнительные санкции. Там, свифт, ограничение капиталов. И включатся уже посерьезно. То есть Путин из ранга Милошевича, то есть человека, который пытался каким-то образом удержать вот эту вот Югославию для сербов, он приходит в разряд товарища Саддама Хусейна. То есть человека непрогнозируемого, человека, которого нужно уничтожать любым путем, человека, которому нужно, ну, в общем-то, да, власть которого нужно ограничивать, которого нужно свергать и которого нужно, в общем-то, уничтожить, потому что он является угрозой для всего миропорядка. Вот пока он действовал в Украине, он вспомнился с точки зрения Милошевича. Вот он был Милошевичем, потому что это Россия для русских, русский мир, ну и так далее. Это концепции балканские такие. Сейчас это неадекватность Саддама Хусейна, который может выдрогаться куда он захочет, без причины, почему он захочет, наводить хаос, усиливать кризис с беженцами, абсолютно верно. Это усилит кризис с беженцами в Европе. Значит, этого человека придется свергнуть. Я думаю, что это для Путина, в общем-то, конец.